Здравствуйте, ребята! Тема урока познания мира «Чем мы питаемся?». Человеку нужно есть, чтобы встать и чтобы сесть, прыгать, кувыркаться, песни петь, дружить, смеяться, чтобы расти и развиваться, и при этом не болеть. Нужно правильно питаться, с самых юных лет уметь. Сегодня на уроке познания мира мы узнаем, чем мы питаемся. Цель нашего урока – научиться объяснять необходимость соблюдения режима питания, критерии оценивания, знает, что ели древние люди о соблюдении режима питания, может различать виды продуктов питания и напитков, умеет сравнивать продукты питания древнего и современного человека, составлять меню. Итак, ребята, посмотрите внимательно на эту иллюстрацию. Продукты бывают разные. Их можно распределить на группы. Первая группа – это еда. Вторая группа – это напитки. Напитки жидкие, а еда нет. Теперь вы знаете, в чем отличие еды от напитков. Посмотрите внимательно на эту иллюстрацию. Как вы думаете, на какие еще группы можно разделить продукты на данном рисунке? Правильно, ребята. Продукты бывают молочные, мясные, мучные, растительные. Ребята, я хочу познакомить вас с напитком кумыс. Это целебный напиток, который готовится из кобыльевого молока. Кумыс пришел к нам из древности. Родина кумыса – Казахстан. Посмотрите внимательно на этот рисунок. Давайте сравним. Чем отличаются люди, изображенные на картинках? Как вы думаете, чем отличается пища древних и современных людей? Древние времена люди питались плодами, кореньями, сырым мясом животных. Шло время. Люди научились готовить еду на огне. Эта пища была вкусной и полезной. Итак, ребята, попробуйте выполнить упражнение. Написать продукты питания для древнего человека и современного человека. Выполните следующее задание. Закончи предложение. Пища необходима человеку для роста и развития. Без нее невозможно поддержание жизни и работы организма. Существуют продукты, придающие силу организму. Такие как мед, гречка, геркулес, изюм, масло. Есть продукты, которые способствуют укреплению костей. Творог, рыба, яйцо, масло, орехи. Также есть продукты, которые обеспечивают организм витаминами и минеральными веществами. Это фрукты и овощи. Эти продукты должны быть на нашем столе ежедневно. На завтрак, обед и ужин. Мы должны есть не менее 4-5 раз в день. Упражнение «Меню для семьи». Составьте меню семьи на весь день. А сейчас на экране появились ссылки на электронный учебник со страницей данной темы. А вторая ссылка – это ссылка на интересный и познавательный мультфильм «Азбука здоровья» «Копатыч и последний бочонок меда». Посмотрите обязательно его. Приятного просмотра! Итак, ребята, проверьте. У вас в тетраде должно быть выполнено 3 задания. Когда выполнишь все эти задания, сфотографируй свою работу и отправь учителю на проверку. У вас все получится. Удачи!